В том, что у вас нет работы над собой. Почему? Работа над собой. Работа над собой даёт человеку силу боли, решимость. То есть, видите, есть разные аспекты развития личности. Допустим, я вкладываюсь в работу, то есть у меня социальные деятельности завались, в семье всё завались, я упахиваюсь, молитвы нет, зарядки нет, пробежки нет, постов нет, закаливания нет, значит, у тебя силы воли нет, не сможешь. Нет контакта с природой, нет контакта с Богом, силы нет, куда брать. Человек на завтра всё откладывает, потому что у него нет силы на сегодня, нет силы, слабый внутри. Силы берутся от работы над собой, означает, взаимодействие с этим миром нужны силы. Ну, допустим, я приехал вчера на поезде, всю ночь ехал, потом ещё досыпать пришлось, проснулся, нет сил. Ну, так как я знаю, что мне делать, я себя заставил пойти в парк, там в парке ходил, два часа молился, возле дерева постоял, всё, силы появились. Завтра йогой буду заниматься, послезавтра бегать, с утра три километра четыре. Если человек не работает над собой, сил брать нет, шансов быть сильными нет. Это значит, боли нет, всё назад прошло. Силы боли нет, всё назад. Ваши вопросы. Олег Геннадий, значит ли это, что если человек из физики, что бегом, он работает над собой, да, у него появляется сила боли, и он тогда сможет быстрее свою раскрыть предназначение? Конечно. Конечно. Ну, а вот смотрите, как раскрывается предназначение через, опять же, ту же самую силу. Вот, допустим, руководитель я, не руководитель, руководитель я, не руководитель. Но если ты волевой, развитый человек, говоришь кому-то, сделай это, он раз, пошёл делать. Это он сказал всех, кого говорят, отдавай, мы тебе будем подчиняться. Всё, значит, ты руководитель. Или ты начинаешь что-то говорить, и все слушают тебя. Я тоже работал над собой, работал над собой. Я не знал своей природы. Просто работал над собой с детства. Как меня отец отдал, сам по 8 лет. И обматы начали бросать там. Начали, спортивный лагеря начал ездить, по камням бегать, по воде холодной купаться, спать на жёстком. Я почувствовал в этом вкус, работать над собой. И потом, в медицинском институте я, мне нравилось лечить людей, это способность. Я просто лечил людей, ходил на лекции, сбегал с лекции, лечил людей. В клинику убегал, там, кому плохо, там, точки нажимал всякие, то-сё делал. И параллельно рассказывал, как жить правильно. Делился опытом. Ну, я как бы смотрю на мои точки, и они не сильно обращают внимание, как я нажимаю. Вот то, что я говорю, они слушают. И один человек в научно-центре изучения подшипников, подшипников какой-то институт, прям рядом с клиникой недалеко, в Самаре. Ну, то есть, когда человек начинает по своей природе действовать, всё, его не остановить. Но чтобы начать, кто-то раскрывает в тебе это. Ну, то есть, ты сам, может, и не поймёшь. Люди тебе подсказывают. Это означает, что, как Личность развился, ты начал на других своей природой влиять. И они видят, что у тебя получается. Ну-ка, стань нашим руководителем. Или объединяются сами вокруг тебя. Мы с тобой будем, давай руководи нам, и всё, без тебя мы не будем. Работа над собой — основа. То есть, человек не работает над собой, его качество, Личность, цветок не раскрывается, непонятно, какой у него запах. Нюхай, нюхай, бутон закрыт, нет запаха. Да? А природа человека от жизни к жизни меняется, развивается? А в том-то и дело, что не меняется, она развивается. Нет. Если ты руководитель в этой жизни, то в этой жизни ты будешь ещё лучший руководитель. А если ты спился, тогда ты будешь руководителем, но не закрывшимся. Незрелым, неспелым. Тебя не увидят как руководитель. Тебе надо опять начать работать над собой, бросить пить, бросить курить, стать спортивным, активным, жизнерадостным, и тогда твоя природа будет сильнее раскрываться. Тебя лучше узнают как руководитель. Но от жизни, от жизни это не меняется. Или меняется страшно медленно. Может быть много-много жизней эти перемены троих свойствуют. Можно, можно. Поэтому и есть природа человека, её невозможно поменять на хорошие. Если вы, ребёнок у вас по природе учёный, вы из него хотите бизнесмена сделать, учёные деньги мало получают. Ну так думают люди. Бред. Он может таким учёным стать, что денег будет больше даже, чем у бизнесмена. Да? Мальчики через эскезы, а девочки в совершенствовании. Аскезы у всех. Чтобы и в бизнесе быть успешно, и чтобы дома всё успевать. Аскезы у всех. Аскезы у всех. Просто есть женские аскезы. Есть мужские. Я вот бы убиваться не хочу. Правильно. Это не женская аскеза. Вот, допустим, смотрите, зарядку делаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это какая зарядка? Мужская. Какая женская зарядка? Тоже зарядка есть. Какая женская зарядка? Музыку включила? Ла-ля-ля-ля-ля. Всё, пошла женская зарядка делать. И тоже она развита, спортивная. Вот мы сегодня по парку ходили, видим, девушка бежит. Она бежит с наушниками. И там что-то в ней играет. Она бежит. Такая любовь. Вот, то есть. И любовь основа. Движение второстепенно, любовь второстепенно. В социуме тоже. Если ты одинока, одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Инатьевич, замуж не могу выйти. Я говорю, у вас подружки есть? Она говорит, нет. Я говорю, никогда не выйдете. Почему? Потому что энергия любви не движется. Как мужчина с силой качается, когда гири. Оп, мышцы пошли. Значит, тут сильным стал. Сильным. Даже есть женская сила. Она говорит, да как сделать так, чтобы тебя полюбили? Я говорю, вам надо сначала любовь свою отдавать так, чтобы вокруг вас куча подружек была. И когда вы чувствуете сильной себя в любви, в отношении, всех любите, тогда ваше чувство, собственно, достоинства женское раскрывается. И вы, допустим, парень вам нравится, вы на него смотрите, он... первый год, моя темна, так замуж, так замуж, чтобы вы. Сила нужна, женская. Ваш вопрос до задней. Олег Геннадьевич, вы прямо интерес выхожете видеть. Вы сказали, что он был полетом отчитать кумбит. Скажите, пожалуйста, вначале, что Сталин и Берия гостили из руководителя. Конечно. Ну, конечно. очевидно, Сталин был руководителем, Сталин был, у него административная природа, а у Берии идеологическая. Он же идеолог, Берия конкретный, то есть он просто взял, поехал на этот фронт, кавказский, и просто перестроил всю линию фронта. В результате немцы были разгромлены там. Причем наших было меньше по количеству. Берия гениальный человек, его просто, мне кажется, незаслуженно опорочили, политический процесс был. Он очень много сделал для страны полезных. И он гениальный человек, на самом деле. Берия. Ну, как идеолог, он идеологическая у него сила. стратег, стратег Берия. Сталин просто руководитель, да, тоже гениальный. Я хотела только вам сказать, то есть в вашей коллекции вы говорите, что женщина получила руководитель тогда, когда ей руководит мужчина. Нет, нет, нет. Ее отменивается, что ей руководит мужчина? Нет, четыре категории. Бывают женщины, руководитель по природе, топ-менеджеры. Никто не руководит. Нет, нет. Не всегда так. Бывают женщины топ-менеджеры. Но женщина всегда действует в обществе через мужчин. Женщина, если она, как бы, Елизавета вторая, то, значит, должны быть мужики, которые будут всех казнить, там, рубать. Это не женское дело казнить. она просто говорит, этого надо наказать. Они там уже сами. Она не парится даже. Ух, уничтожить! То есть, женщина так не действует. Женщина политическая сила, она знает все процессы, она насквозь всех видит, все, у них есть сила, проницательность, понимать, что происходит. А чтобы волевые процессы, ура, товарищи, она воюем с этой страной. Она воевать не будет сама, она женщина. Кто воевать будет? Мужики, которые ей подчиняются. То есть, женщина, топ-менеджер, это значит, что ее мужики окружают, которые будут рубать всех. Если у нее есть такая сила себя подчинить мужиков, тогда она топ-менеджер. А если она не топ-менеджер, тогда над ней должен мужчина стоять, а не женщина, точно. Потому что есть разница в разуме мужском и женском. Ваш вопрос, да? Игорь Геннадьевич, у меня вопрос следующий. Есть два проекта. Один хорошо лифик, то есть там легко им появляются эксурсы, а второй тяжело лифик. И там эксурсы не появляются. И вопрос, значит ли это, что тот, который идет легче, нужно заниматься третьим, а второй, ну как бы, как бы, души-душей не хотелось, да? А его пока оставить и может быть вообще не заниматься. Не значит. Бывает так, что деятельность развивается туго, но там есть миссия, есть глубина, это деятельность по природе, и значит, что она выстрелит позже, когда ты станешь развитым. А первый проект может идти хорошо, но он тебе не нравится, там нет глубины, это просто ошибание денег, и там нет глубины какого-то смысла, но так как у тебя способности проявились в этом проекте, поэтому там и деньги получаются, но он тебе не интересен. Ну а если так получается, что проект не интересен, в нем нет смысла, нет глубины, он еще не получается, зачем тогда этим заниматься? видеть, он сам все понял, не надо даже вот, алинастрил. Еще на ваш вопрос мужчина. Олег Иванович, вот если мы с Алисой, да, если я представляю, что точно могу организовать один узкий процесс, я врач, я могу организовать врачебную работу точно, вот в своей, вот небольшой, в своем направлении. Ну вот видите, он руководитель по природе, но его хобби врач, не хобби, а способности, его способности быть врачом, это природа ума, там раскрыты качества, но по природе он руководитель, он говорит, я хочу организовать свою узкую деятельность врачебную, да, в правильном узке, вот, но я понимаю, что мне, вот как вы говорили, мне нужен кто-то стратег, потому что или кто-либо в силу возраста, или небольшого опыта, вот, я понимаю, что, например, что-то... Вы администратор по природе, руководитель, регистратор, вы никогда в жизни не сможете стратегические мысли, даже если вы разобретесь как личность. Ну вот, я вот как-то это подозреваю, чтобы музыкантом быть, тут надо одно умение, и уши ваши понежнее, и отвечает Соловей. Вот, вот я вот как-то подозреваю и понимаю, что мне нужен вот такой партнер, вот, как его разглядеть, увидеть, есть ли какие-то там отбор, не отбор, критерии? Никаких критерий, никакого отбора, проблема не в том, видите вы его или нет, а проблема в том, что вы не можете его захватить, потому что у вас слабое социальное развитие. Пусть у вас духовное развитие хорошее, вы поняли, кто вы по природе, у вас хорошее развитие с точки зрения как бы вашей деятельности, у вас есть деятельность, но влиять на людей вы не можете, потому что вы ничего не делаете для людей. Вам надо в обществе стать сильным, в социуме, начать делать добрые дела для людей, стать привлекательным человеком, и тогда к вам притянется человек, который вам нужен. А так вы его не притянете, как вы его притянете. Если вы возьмёте младшего, он будет слабее вас, и будет как идеолог, ну или как стратег, слабый стратег. Если вы хотите партнёра такого же, как ты, как вы, допустим, чем он будет мотивироваться? Зарплату вы ему не дадите такую, как надо, потому что он такой же, как вы. Ему надо больше, чем мало. Значит, вы его можете мотивировать только дружбой своей или партнёрством, а для этого вы должны быть сильны, социально сильны, чтобы он поверил в вас. Так создаются большие команды людей, которые способны взаимозаменять друг друга, они способны верить друг в друга. Это означает, что они социально развитые люди, у них есть сила, дающая веру в них как личность, а у вас такой силы нет. Вот это и соответствие. На вашу область. Олег Геннадьевич, вот я занимаюсь видеосъёмкой и чувствую, что углубляться в технические моменты как бы не совсем охота и вот как бы ну два пути, то есть либо расширяться как-то, команду создавать, либо в сторону обучения, то есть вот куда двигаться. А что вам хочется, вам нравится эта деятельность или вам хочется, чтобы это делалось? Хочется, чтобы делалось. Я сам. Значит, это сходите. Видите, всем просто. Если вы говорите, да мне не надо, я сам всё сделаю, мне никто не нужен. А не хуже, чем я сделаю. Мне хочется самому всё это делать, мне процесс нравится, значит, человек должен съёмкой просто заниматься и не париться. И куда-то пойти, где там много съёмщиков, под кого-то встать и быть эффективным, гаечкой эффективной. И нравится так, погружаться в свою съёмку, делать крутую съёмку и так, чтобы все там падали на вашей съёмке. А если вам хочется сделать процесс, то это уже не съёмка, это организация съёмочного процесса. Это уже руководитель. а обучать, ну, это другое вообще? Это уже другое, да. Обучать, как съёмка происходит, супер, отлично. Курсы по съёмке. Вы хотите процесс или, чтобы все умели снимать? В общем, человек думает, кошмар, люди, вы же не знаете, как снимать. У вас нет знания, съёмка, это же самое важное в жизни вообще. Человек начинает обучаться, как снимать. у него там целый Станиславского, как бы, Лень Станиславский такой человек. Преподаватель, попросил, школа Станиславского, актёрское искусство. Он не игру саму любил, он хотел, чтобы все знали, как правильно играть. Поэтому школа Станиславского. Если бы он любил игру, он бы сам играл просто. Чаровичатный. Нет, было школы Чаровичатного. был Чаровичатный. Он любил играть. Ему нравилось играть. Ваш вопрос. Олег Геннадьевич. С самого детства, с 3 лет, у меня всегда была своя команда. То есть, то, о чём мы говорили, что если не беру в команду, ухожу в другой город, собираю другую команду. Когда взрослел, заканчивал школу, случилось так, что бабушка с дедушкой меня воспитывали. И мне бабушка с дедушкой всегда говорили, иди устраивайся на завод. Я говорил, нет, я на заводе никогда работал не вода. В одно место ходить, в одно время отдыхать. Стал предпринимателем. То есть, никогда не было трудовой внешности. Занимаюсь строительством. В городе Кургань, не так далеко отсюда, 300 километров. Года 4 назад понял, что это не моё предназначение, не единственное. Нет, неправильно. Это вы поняли, что это не моё предназначение, а что ваши способности находятся несколько в другой сфере. Предназначение осталось прежним, руководителем. Да. А способности означает не стройкой руководить, а бульдозерами, допустим. Я начал заниматься общественной деятельностью, начал делать общественные проекты. Потом посетил семинар Валерия Комысова в городе Кургань, только езжал. Мне стали интересны эти люди. Я взял книгу «Наука о самоосознании». Прочитал 40 страниц, стал вегетарианцем. Оказался язык находился. Это называется духовное развитие. Ничего общего с вашим предназначением не имеет. Духовное развитие, когда включаются люди, думают, «О, я не бизнесмен, я священник, покрыл». Духовное развитие у всех одинаково людей. Все должны развиваться духовно. Это больше счастья приносит духовное развитие. Когда человек думает, «Да зачем не управлять кем-то? Я духовно развиваться хочу. Замечательно, развивайся». Но когда ты будешь духовно развиваться, ты придешь, допустим, туда, в группу духовного развития и скажешь, «Что-то у вас здесь все плохо организовано». Скучно. Скучно? Девочки, надо все сделать правильно. Вот и все. Опять ваша природа начнет действовать. Дальше вопрос. То есть я также занимаюсь стройкой, занимаюсь общественными проектами, познакомился с ребятами с петакой нити в Польшин-Союз. Привез их в Пурган один раз, организовал второй раз, вот они не так давно у меня, в Годольце Пургана. Приходит полный зал, аншлаг, люди копают. Я вижу, что друзья мои сидят в первом ряду, в последнем ряду. вижу трансформацию на их лицах, думаю, блин, буду организовывать спектакли. Замечательно. Два спектакля сделал, все опять, что пропустило. С деньгами лет пять назад уже перестал себя отождествлять. Это что называется? Поиск. Человек ищет, ищет свои способности. Природа какая у человека руководитель. Духовное развитие идет, меняется восприятие мира, меняется понимание своих способностей. Где я более эффективен? Идет поиск. Но при этом в этом поиске нельзя. Правило такое. Три года можешь на одном месте работать, дальше менять. Если меньше трех лет, значит, ты будешь прыгать, как обезьянка и потеряешь себя. Потому что если человек, мужчина не остается в одном месте и там сам весь процесс не развивает, он теряет силу в своей деятельности. Он может лучше понимать, чем заниматься, но силы у него этим заниматься уже нет. поэтому хотя бы три года на одном месте это аскеза. Но это дает человеку возможность быть сильным. Или, допустим, вы штангу поднимаете, нет, лучше гири раз-три раза гири, нет, лучше турнир, раз-три раза гири, нет, лучше там дихтование. Все, ничего не разобьется. Будете бегать, 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 невозможно. Штангу сначала, передняк штангу. Занимаюсь и этим, и этим, и этим. И вот вы во время лекции, когда начали, сказали про какой-то перескоп, что будет какой-то перескоп, в какой период времени, я просто понимаю, что сейчас случился мне перескоп, в какой период времени он может длиться? Пока вы не станете эффективным, допустим, ваша природа организовывать, настоящая природа, допустим, организовывать процессы обучения людей, но у вас нет качества на это. Когда качества разовьются, тогда будет перескоп. Вы можете стройку оставить и будете сильным в организации. В чем ваша сила? Вы заинтересуете руководство города, там, на масштабах города будете действовать, это все. Группу нити застроите, чтобы лучше все делали. Хорошо. То есть вы станете сильным, то есть вы обретете социальную силу, означает, что в своей природе вы стали развитым человеком. Развитый человек в своей природе это значит, что он может на полную катушку этим заниматься. Если руководитель, то руководитель завода, развитый человек. Ни разу ты не можешь заводом руководить. Он не может к мэру города прийти и сказать ему так, чтобы он был счастлив. Он вообще к нему прийти не может, ни разу человек. Не то, что еще что-то сказать. С мэром города я уже встречался, там такая ситуация даже была, я участвовал при выборном голосовании, для того, чтобы вот уже в город куда-то дальше пойти. Но когда я увидел какая там грязь, еще до того, как это все произошло... Видите, он точно руководитель по природе, он говорит, Олег Геннадьевич, у меня все нормально. Я встречался с губернатором делал бы. Я вас уважаю, все нормально. Но если вы хотите знания иметь, то знание заключается в том, что недостаточно встречаться с губернатором. И видеть его недостатки недостаточно. Надо переварить все эти недостатки, понять переварить означает принять. Если у людей недостатки, мы живем в таком мире с недостатками и оптимально взаимодействуем. Понимаете, сильная личность это не та, которая бунтует. Сильная личность так взаимодействует со всеми, что всем помогает. Допустим, руководитель неразвитый, он видит недостатки, бунтует, разрушает систему. Неразвитая личность. Развитая личность переваривает, понимает, что есть недостатки, находит свое место и сотрудничает. Развивает так, чтобы все было хорошо. Это развитая личность. Не развитая личность все время в оппозиции. Развитая личность пользу приносит, а не вред. Для этого надо стать сильнее, переваривать недостатки других, принять общество, в котором ты живешь, принять недостатки людей и сделать, оптимизировать процесс на том этапе, на котором мы находимся. Вот, страна находится на том этапе, на котором она находится. Прими ее, оптимизируй ее жизнь, стань полезным. Пусть тебя унижают, делают свое дело. И ты, значит, действуешь правильно, как видел. Я тоже, как ученый, могу сказать, что все неправильно, все, образование неправильно, наука неправильно, все неправильно, все козлы. замечательно расстрелять бесполезный человек бесполезный потому что разрушают а создать он тоже самое не сможет когда он создаст там тоже будет тысяча изъянов это все означает незрелость незрелые люди никому не нужны если ты незрелый пойми что незрелый научись терпеть принимать ту жизнь в которой ты живешь стать полезным на своем уровне и смирись со всем прими все и быть эффективен если ты эффективен ты помогаешь всем значит и зреешь еще больше унтари никогда не развивали эту страну и развивали созидатели вы сказали что мужчины три года надо работать чтобы развить свою способность тогда она конкретно женщины чтобы понять где в какой сфере я замужем завтра решим то есть три варианта вот когда вы выберете ваша личная жизнь укрепиться укрепиться тогда в этом случае женщине на дом 3 года на одном месте и надо социальные обороты набирать есть вообще деятельность женская есть мужская мужская же деятельность это производство это там где надо товар делать там производство делать побеждать судьбу воевать добиваться делать производство аскезы совершать это мужская деятельность женская лидерская деятельность находится в сфере социальных отношений обучать людей, воспитывать детей, заботиться о престарелых, обустраивать город, делать социальные программы в городе, делать, чтобы город жил счастливо, наполненно и радостно. Вот эта женская социальная деятельность, и женщина, она легко находит себя, она тут-то попробовала, не то, тут попробовала, и когда она видит, что вот здесь ей нравится, всё, надо этим заниматься. С точки зрения поиска предназначения женщине несложно найти предназначение, ей сложно там не уставать, ей сложно там остаться стабильной женщине. А стабильность женщины идёт только от её личных отношений. Даже если нет мужа, но очень стабильные глубокие отношения с родителями, с подружками, то есть когда женщина социально, ну то есть в личной жизни очень крепка, ей не надо личную жизнь создавать на работе, она крепка в личной жизни, она на работе деловые отношения строит и имеет силы внутренние дистанцироваться от всех на работе, не создавать там среду своей жизни, не принимать работу за свою жизнь, тогда в этом случае она остаётся там надолго. Как только для неё жизнь и семья стала, работа, она там начинает сразу терять себя. Если вы чувствуете, что у вас есть опора в жизни, как бы есть сила внутренняя, личная сила, тогда вы можете легко реализовать себя в деятельности, как мужчины, потому что женщине, если у неё есть опора, она социально очень быстро развивается. А в личной жизни себя укрепит очень трудно женщина. Ну, а именно сфера управления деятельности, как говорят, печь пирожки, учить людей, учить, не учить, а, не знаю, шить одежду. Вы будете печь пирожки? Так. Давайте. Будете? Я уже пеку. Вам нравится печь пирожки? Нравится. Я буду печь пирожки. А? В реальности сейчас очень много чего делаю, я пеку пирожки, фотографирую. Замечательно, отлично. Ну, это не тайно же, надо какое-то конкретное направление просто накалить своё. Нет. Какие-то пирожки, фотографирую, что хотите делать. Но придёт время, и вы заставите кого-то другого печь пирожки, чтобы им по природе руководить. Можно вот не сильно напрягаясь видеть людей в природе, очень сильно она выражена в личности. Допустим, женщины руководители, как себя ведут. у них очень сильная социальная такая, они все королевы. Если королеву видишь, значит, она руководитель. по природе. Девушка может нарядно одеваться, но она не королева. Если она королева, всё значит руководитель. Учёные по природе, девушки, они не королевы, они святые такие. царевна не смеяна учёные. Они не смеяна учёные. Понимаете разницу, да? Бизнесменши женщины, они такие как бы тусовочные, такие активные, такие, как бы… Ну, их видно сразу. Видно человеку очень сильно. Его природа просто, она светится в человеке очень сильно. Если он развит, как личность. Ты чуть развился, как личность, и всё видно в человеке. Пока он не развит, и все одинаковые. Развился, все разные. Если, допустим, прийти к алкоголикам, у них, конечно, там будет главный алкоголик тоже. Но они все одинаковые. Трудно различить главного алкоголика от неглавного. Вот. Знаете, человек должен духовно развиваться, чтобы сиять, начать стать яркой Личностью. Дальше. Ваш вопрос. У меня вопрос в продолжение этой темы. Два стула занимаю. Один из них руководитель, другой, ну, ремесленник, руками. У себя же, как говорится, на работе. А зачем вы руками делаете что-то? Посмотрите, сейчас она сама ответит. Зачем? Люблю. Всё, люблю. Это что такое? Хобби. Вы отвлекаете. Ну да, от руководства, от руковождения. Всё. Вот она сама ответит. Природа руководитель. А своими руками делать хобби нравится просто. У вас тоже все эти пирожки печатают ваше хобби. Вы занимаетесь, на первом уровне развития находятся. Вы хобби занимаетесь. Мне так нравится пирожки печь, Олег Геннадьевич. Замечательно. Это значит, надо быть директором кондитерского цеха в будущем. Или пекарни. Потому что у вас Венера сильная планета означает, что Венера и Марс соединение означает, что производить продукты питания. Что-то печь там. Или просто Венера это фотографии, искусство там и так далее. То есть как бы вы действуете сейчас согласно своим способностям и своим что вам нравится. То есть хобби плюс способности. Но по природе вы еще не развиты. Да? Ваши вопрос. Дмитрий Геннадьевич, я не могу выиграться. Вы мне скажете мое предназначение, что голову нормально. А чем вы занимаетесь? В данный момент я полгода назад был директором полагистики и сейчас я понял, что не хочу быть в первом видео. Ищу себя в другом это значит, что вы начали развиваться духовно. Вам понравилось духовное развитие? Как классно! Духовная жизнь это супер! Конечно, классно! И поймите, проблема заключается в том, что люди всю жизнь работают и они думают, что работа это и есть самое главное в жизни. Самое главное в жизни это духовное развитие. Стать чистой возвышенной Личностью самое главное в жизни. Работа это когда ты развитой Личностью стал духовно, найди свою миссию в том, чтобы людей развивать, сделать их тоже счастливыми. Ну как? Как руководитель? Вы руководитель по природе, но сейчас начался этап вашего духовного развития. И вы думаете, не хочу работать, буду развиваться духовно. Невозможно. Надо делать всё параллельно. Будьте руководителем, развивайтесь духовно, развивайтесь, поймёте, чем вам лучше руководить, чтобы вы были счастливым человеком, чтобы вы миссию свою в жизни осуществляли уже. А до этого вы просто руководили для того, чтобы деньги зарабатывали. А сейчас вы думаете, не буду руководить, буду развиваться духовно, потому что вы поняли, что это больше счастья даёт. Духовная жизнь всегда и всем даёт больше счастья, но если человек не занимается по своей природе, он не имеет жизни опоры. он может быть духовно и развит, но он как бы не прилагает это духовное развитие никуда в обществе, ни к чему. Это значит, что его духовное развитие никому не нужно. Это значит, что ковбой крутой, как бы стреляет круто, но всё равно никому не нужно. Поэтому он неловимый. КОНЕЦ